20 мая – Всемирный день пчел. Его отмечают шестой год. Ученые подсчитали, если пчелы вымрут, человечество проживет всего четыре года. Просто будет нечего есть. Урожай без опылителей не вырастет. Катерина Воронченко побывала на пасеке и узнала, будет ли в этом году майский мед. День пчел приехали на пасеку, а меда нет. Не сезон еще, говорят пчеловоды. И показывают нам свое новое приобретение, на которое делают большие ставки. В этом году мы купили пасеку здесь. Я собирался 5-6 уликов, но, к сожалению, получилось так, что купили чуть больше. И сегодня, как говорится, через 35 лет мне пришлось начинать с нуля. Покупал новые ули, покупал инструмент. Сергей Иванович уже 35 лет с пчелами в идеальных отношениях. Пчел покупал всегда разных пород. Вот она маточка, видите, вот она ходит маточка, меченая. Это мы брали у человека, ездили под Рыбницу. Спасибо ему. Хочу ему передать привет. Гена, спасибо за пчел. Чаще всего в Приднестровье берут карнику. Это миролюбивая медоносная пчела, которая при хорошем уходе дает приличный взяток. Так называют добычу пчелиной семьи. Были семьи, которые тянули 4 корпуса, это 40 рамок. То есть эта фляга меда выходила из семьи всегда легко. Есть у пчеловода пасека за гребениками. Там живет несколько пчелиных семей разных пород. Есть карпатская и злая кавказская, которая свой мед без укусов не отдаст. Зато там благодаря ландшафту всегда богатые сборы меда. У меня на той пасеке есть 5 семей, которые приносят больше всех меда. С нее можно реально за один раз взять флягу. Но она до того злая. Когда ты ее открываешь, такое впечатление, что пришел мишка и лезет им в дупло. Они тебя обступают со всех сторон. Как я говорю, это мои охранники. Если вдруг придут воры, а мимо их не пропустят. В этом году весна выдалась холодная. Пчелам не нравится. Когда цвели сады, шли дожди. Акации пока тоже мало. А это основа майского меда. Пчеловод надеется, что поможет эта долина в селе Гиска. Здесь у нас очень хорошее место. Очень хорошее. Почему? Получается чаша и со всех сторон акация. К сожалению, акация не каждый год дает медосбор. Почему? Даже бывает, что хороший год. Хотя, когда пошли дожди, мы все радовались. Вот дожди, как раз зимой было мало снега, но немножко влаги наберет. То есть, возможно, будет медосбор. Сейчас все похолодало. Непонятно. Смотрите, середина мая, как холодно. Утром выходишь, 3-4 градуса, это нереально. Ночью хотя бы должно быть 15. В этом году мед, возможно, будет, а возможно и нет. Как пел Винни-Пух, мед – это хитрый предмет. Будет ли и сколько майского меда, узнать можно будет только после медогачки. А ее пчеловоды начнут не раньше, чем через месяц. Катерина Воронченко и Василий Гриб, ТСВ.